Привет! Это инспектор ЗОЖ в Петербурге. И сегодня мы пришли проверить качество главного теннисного объекта города. Повернись на 90 градусов. Это Сибур-арена, где в эти холодные сентябрьские дни проходит главный теннисный турнир России Санкт-Петербург-Оупен. На него даже прибыла новая спортивная суперзвезда России Даниил Медведев. Но сегодня речь пойдет не о нем. Мы проинспектируем арену по пяти параметрам. Доступность, комфорт, оснащенность, вовлеченность людей и общее впечатление. И для начала проверим, для детей вход бесплатный или нет. Да, детям в возрасте до 7 лет включительно вход бесплатный. Ну и поскольку мы тоже чьи-то дети, поэтому идем на арену и войдем бесплатно туда. Есть разные мнения по поводу того, насколько трудно сюда добраться. На мой взгляд, очень просто. На машине так вообще идеально. Путь очень приятный и всегда есть парковочные места. А если вы добираетесь общественным транспортом, вам предстоит приятный путь по Приморскому парку Победы, что будет хорошей разбинкой перед дальнейшими действиями. За доступно. Привет. А можно с вами этот, с животами, можно? Так, чуть-чуть, тихонечко. Можно? С доступностью на арене, в общем, все в порядке, во всех смыслах. И за доступность она получает 5 баллов. И мы переключаемся на различные развлечения. Я так понял, основная цель забросить 3 бутылки из 3. Я так понимаю, сколько бутылок ты забил, столько деревьев спас. 0. 0. 0. В другой раз. 0. Посмотрим, люди гораздо лучше меня с этим совсем справляются. Я спас сегодня ровно 0 деревьев, но развлечение любопытное. Это стенд, где можно проверить скорость своей подачи. Один из важных параметров для любого теннисиста. С этим связан очень любопытный случай. Пару лет назад Александр Бублик, очень перспективный теннисист, пришел и проверил сюда профессионал свою скорость подачи. И сломал этот датчик, потому что он сделал подачу больше 200 км в час. Датчик сломался, больше никто не мог подавать. И знаете, что потом сделал Бублик? Он сменил гражданство на Казахстан. Он не стерпел этого позора и сбежал из России. Теперь выступает за другую национальную команду. Сегодня мы тоже проверим, с какой скоростью можно подавать любителю. Здесь никого не оказалось, поэтому, я думаю, просто можно взять какую-то ракетку, взять мячи. Ой, надеюсь, нас никто за это не оштрафует. И попробовать силу подачи. Начнем? Не работает, да. Блин, хорошая была подача, а датчик ничего не зафиксировал. Возможно, это была моя лучшая подача в карьере, а ничего не получилось. Один из главных интересных челленджей теннисистов, это сколько можно набить не так, так можно набить сколько угодно. Ну, вот так, вот так, вот так, вот так. А ребром, вот набить это очень трудно. Чем больше ты набиваешь, тем ты считаешься таким более крутым теннисным фристайлером. Итак, скорость подачи. Поехали. 116 километров в час первая попытка. 143 километра в час. Подача была так, неплохая для любителя, но можно сильнее. Поэтому принесли с собой наш специальный волшебный мяч. Он около года употреблял высококачественный допинг, и я думаю, это поможет мне подать с рекордной скоростью. 142. 147. Давайте, заключительная попытка. 161. Нормальный результат на уровне второй подачи у женщин. Или даже иногда первой. Нормальный. За мою подачу меня похвалили, но обольщаться не стоит, а лучше узнаем у действительно профессионального топового спортсмена, с какой скоростью он подает. Правда, это будет не теннисист, а звезда футбола Александр Киржаков. Александр, измеряли ли вы свою максимальную скорость подачи? Ну, насчет подачи вряд ли. Я думаю, еще не запрели такие измерители, которые будут статей, что подачу могут измерить. Просто не возьмем. Я встал в очередь, длинную очередь. Не знаю, зачем именно я стою, но благодаря этой очереди и предыдущим опытом я понял, что вовлеченность зрителей в это мероприятие очень большая. То есть, чем только здесь не занимаются, всем подряд. В том числе здесь можно прекрасно постоять в очереди. Кажется, там дает автограф теннисист по фамилии Кукушкин. В предыдущие дни здесь были различные очереди другие на автограф-сессии. В том числе я раздавал автографы Киржаков, Хачанов, Рублев. И сейчас Михаил Кукушкин. Давайте засечем, сколько нужно времени простоять, чтобы взять у него автограф. Поехали. Сейчас прокачаем наш мяч еще и автографом Кукушкина. Минута 40, это очень быстрая очередь. Привет, здравствуйте. Можете автограф на моем волшебном мяче? Он мне помогает с большой скоростью подавать. А у вас какой рекорд подачи? Ой, не знаю, 200 может быть. У меня 160. Как вы думаете, это на женском уровне или на мужском? Даже профессионал меня оценил. С комфортом на арене тоже все в порядке. Можно не только развлечься, но и респектабельно отдохнуть. А сейчас мы посмотрим, как дети играют в киберспортивный теннис. Честно говоря, сколько лет увлекаюсь теннисом, вот в такой вот теннис никогда не играл. Интересно спросить у ребят. Ребят, насколько вообще интересно играть в таком виде? Это интереснее, чем вживую играть в теннис? Я вживую еще не играл. А так интересно? Да. Я смотрю, вы выбрали Зверева и Вавренку. Это ваши любимые теннисисты? Нет, я не знаю. А знаете вообще кого-то из российских теннисистов? Нет. Не помню. А в футболе кто любимый игрок? Есть. А из русских? Да. Али Фернандес. Фернандес? Да. Марио Фернандес. Я пока не знаю к чему придраться, поэтому на всякий случай пока за оснащенность поставлю арене 4, но мы дальше посмотрим, что здесь есть еще. Просто чтобы не ставить одни пятерки, а то это будет уже перебор и какой-то зашквар. Сейчас у нас еще одна попытка побить рекорд. Нужно подержать мяч как можно большее количество раз. Вообще игра теннис это очень простая игра, в которой только один смысл. Перекинуть мяч через сетку на один раз больше соперника. Это не футбол, где надо забить больше сопернику. Это игра, где нужно на один раз больше просто перекинуть. Я сейчас это попытаюсь сделать. Важный элемент, как поднять мяч, как поднять мяч без использования рук. Хотя руку-то я все равно использовал. Так, ну что ж, правило понятное. Теперь нужно не оплошать. Мой соперник ребенок. Так, похоже я здесь главный. Неудача. Все. Я вновь полностью завалил, подвел нашу команду. Это полный позор. Да, я чувствую, здесь я настоящий пассажир. Блестящая техника. Хороший удар. Я долго тренировался. Все четыре удара точно в цель. Я не знаю, выигрывает или проигрывает наша команда. Надеюсь, что мы выигрываем. Те, кто участвовал в интернет-активности, кто был журналистов и фотографировал. Нет. Своим временем, базе закончится. Продолжаем. Грандиозное событие, друзья, совершение. Было красиво. После которого у нас будет невероятное шоу прямо на теннисном форте. К сожалению, мне пришлось сняться из-за травмы после падения, поэтому я не знаю. Наша команда, я надеюсь, выиграет, поскольку я был явно ее слабым звеном. Я проиграл детям, и это хорошо. Что я могу сказать? Общее впечатление 5 из 5, и наш итог 24 из 25. Чтобы еще было куда расти. Наверное, многие скажут, что слишком хорошая общая оценка, но теннис – мой любимый вид спорта, так что извините. Дальше оценки, я думаю, будут ниже, и уровень критики резко повысится. И у меня в финале выпуска есть для вас один вопрос. В Тербурге не так много бесплатных теннисных кортов. Я знаю за московским универмагом, в парке интернационалистов, во дворах улицы Беринга, в Кронштадте. И, честно говоря, больше бесплатных кортов не знаю. А вообще, эта тема очень интересная и для любителей тенниса полезная. Поэтому в комментариях делитесь адресами, делитесь вот этими возможностями бесплатными, потому что это будет очень полезно для всех. Это был инспектор ЗОЖ. У нас все под контролем. Пока!